Время новостей на телеканале Север, студии Василий Ктензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Поддержать наших различные акции в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик проходят по всей России. Ненецкий округ не исключение. 11 медицинских работников прибыло в регион по федеральной программе «Земский доктор». О реализации мероприятий проекта расскажем далее. В Наринмаре прошел пятый фестиваль «Разморозка». 87 региональных танцоров сразились в баттлах на сцене Дворца культуры Арктика. В ночь на 1 марта ожидается усиление ветра с порывами до 25-29 метров в секунду. Под усиление ветра попадают территории шести муниципалитетов. Город Наринмар, поселок Искателей, Приморско-Куйский сельсовет, Тельвисочный сельсовет, Колгуевский сельсовет и Тиманский сельсовет. В связи с погодными условиями, главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу рекомендует жителям плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджии предметы, которые могут выпасть наружу. На улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Опасаться выбитых стекол домов, а также элементов кровли, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Нельзя находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении. 168 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие трое суток. В числе заболевших – 31 ребенок. Также 415 пациентов прошли курс лечения и выздоровели. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 528 человек. Еще у одного пациента коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 529 человек. Из них стационарное лечение получают 35 человек, амбулаторное – 494. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим – система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Вместе. Уже не первый день по всей России проходят акции в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик. В это непростое время жители нашего региона также выразили свою солидарность и сопереживание, приняв участие в автопробеге. Наталья Дуркина продолжит тему. Автопробег стартовал вечером в пятницу. Колонна машин проследовала от Дворца культуры Арктика с лозунгами «Мы вместе и своих не бросаем» до Центра арктического туризма. Акция проходила в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик, которым пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться в Россию, а также тех, кто остался в Донбассе. Участники акции поделили своим мнением относительно решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости народных республик. Поддержка России, как никогда и президент правильно сказал, что кроме России им помочь некому. Это наши русские люди. Хватит им воевать уже. Сколько уже можно? Восемь лет воюет уже. Пускай живут люди мирно. Мы живем и пускай они живут мирно. Весь народ Российской Федерации поддержал Владимира Владимировича и он принял правильное решение, что объявил их независимость и Луганскую, и Донецкую республику, сделал независимость. Я считаю, что это самое правильное решение, которое нужно было сделать еще давно, еще в 2014 году. Участники акции выстроились и составили слово «Вместе» из автомобилей, а также фонариков. Акция «Мы вместе», то есть мы сегодня сделали так называемый автопробег в поддержку Донбасса, в поддержку тех жителей, которые сейчас у нас прибывают в нашу страну в виде беженцев. Мы хотим призвать всех людей, чтобы они обратили на это внимание, чтобы оказали поддержку этим людям. А также у нас сейчас ведется акция по сбору необходимых вещей и также сбору средств в поддержку у нас беженцев. В акции приняли участие более 30 автомобилистов на личном автотранспорте. Наталья Дуркина, Алина Ваучийская, Вадим Стасек, Телеканал «Север». Проблему нехватки медицинских кадров в регионе решают при помощи федеральной программы «Земский доктор». О новых специалистов, прибывших в Наринмар и о реализации мероприятий проекта в Неницком округе расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Игорь Паромов в медицине уже более 10 лет. Новый медик – оперирующий травматолог. Приехал к нам из Архангельска несколько месяцев назад. Трудностей при переезде, как таковых, не было, ведь жилье предоставили. Я через знакомых докторов. Мне сказали, что требуется вакансия травматолога, и я решил поехать. Ну и программа «Земский доктор», соответственно. Стимуляционные выплаты. Утро Игоря Паромова начинается в больнице с проведения операций. Затем плановый прием пациентов, число которых достигает порядка 30 в день. По словам врача, он часто сталкивается в своей практике с пациентами, которые неудачно упали на улицы или покатались на снегоходе. Необходимого оборудования, утверждает доктор, в Неницкой окружной больнице более чем достаточно, как для диагностирования, так и для лечения пациентов. Все необходимое есть. В больнице даже достаточно много. Есть необходимые пластины, расходные материалы. Так что, в принципе, хорошо. Еще один новый специалист – Яна Сауткина. Мы уже рассказывали об этой девушке в предыдущих выпусках. А материал снимали в полевых условиях из-за отсутствия у терапевтов свободного времени. В свой первый день работы в окружной поликлинике девушка выполнила 27 вызовов на дом. И это не считая амбулаторных пациентов с коронавирусом. Яна приехала в Наринмар в конце января вместе с мужем, который тоже врач. Он хирург, она терапевт. У меня почти вся родня врачи и медики. У мужа тоже все медики. Поэтому выбора не было. Только медицину. Проблема недостатка медицинских работников в окружных учреждениях здравоохранения, в том числе в поселениях, решается при помощи федеральной программы «Земский доктор». Из федеральных средств на «Земского доктора» выделяется 1 миллион при трудоустройстве в Наринмаре и 2 миллиона в сельских населенных пунктах. Но на территории Ненецкого округа действует еще и региональная программа «Земский доктор». Поэтому из средств окружного бюджета приглашенный специалист получает еще дополнительно 500 тысяч или 1 миллион соответственно. В прошлом году у нас по этой программе приехало 11 специалистов. Но учитывая, что мы «Земского доктора», который федерально подкрепляем еще и региональные выплаты, то есть пока еще интерес у приезжих докторов сохраняется. В прошлом году у нас приехало 6 человек в Ненецкую дружную больницу и 5 человек в центральную районную поликлинику. По договору приглашенный специалист должен отработать 5 лет, иначе полученную выплату придется вернуть. Благодаря программе «На крайний север» готовы приезжать специалисты из более благоприятных регионов страны. В этом году по федеральному проекту «Земский доктор» в Ненецкий округ планируется пригласить 7 врачей. Бюджет средств на реализацию этой программы составляет 12,5 миллионов рублей. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Есть такая профессия. Специалисты этой профессии – одни из самых востребованных на рынке труда. Именно они обеспечивают стабильную работу систем водоснабжения и канализации. Поломки, засоры, протекание труб – не каждый самостоятельно сможет справиться с бытовыми неполадками. И тут на помощь приходят сантехники. История формирования профессии сантехника уходит далеко в прошлое. В те времена, когда человечество изобрело водоснабжение, а затем и первые унитазы. Подключение, обслуживание и ремонт инженерных сетей, прочистка канализации, монтаж сантехники. Фронт работ с лесарей внушительный. В основном бывает, что потекут, например, смесители, как вот сейчас приезжали на заявку. Бывает, что полотенцесушители текут. Бывает, что, например, забиваются сифоны под ванной, под раковиной. Вызывает, что вода не уходит, как бы полная раковина или ванная воды. Вот приезжаем мы на вызов и приходится чистить эти сифоны, прочищаем, устраняем все эти засоры. А бег хандамов в этой профессии много лет. Говорит, иногда в день поступает до 10 заявок от жителей. Я вот привык к этой работе. Мне порой нравится. И нравится, например, приезжать на заявки. Особенно, когда жильцы такие веселые, например, с ними общаешься, как-то делаешь. И показываешь, где можно, если вдруг в случае аварии, где они могут краны свои перекрыть. Порой бывает такое, что жильцы не знают, где краны перекрыть, например. Вот ты им показываешь, объясняешь. График работы специалистов жилищно-коммунальной сферы, можно сказать, ненормированный. Никогда не угадаешь, в какое время может случиться та или иная ситуация. Ночью сорвали радиатор. Пришлось ночью бежать, отключать воду. И потом уже милиция ими занималась. Ну, устранили своевременно, быстренько. Бесперебойность работы всех незаменимых сетей коммуникации и комфорт проживания в доме – все это зависит от мастерства слесаря-сантехника. Сантехник, мне кажется, это самое важное. То, что нужно в жилье, чтобы все время было все в техническом хорошем состоянии. Потому что ответственность на нас жильцах лежит. У меня с соседей три квартиры подо мной. И мы очень боимся, чтобы не залить, да, и не наделать там каких-то вот вредных делов. Ага, и старайся сразу же вызывать. И вот, ребята, молодцы. В Нарьенмаре этих незаменимых сотрудников жилищно-коммунальной сферы готовят в Ненецком профессиональном училище. Специальность так и называется – мастер ЖКХ. Причем обучают здесь не только сантехническим навыкам, но и электромонтажным работам. Четыре года обучения и мастер на все руки готов. Без сантехники, без электрики никуда в доме не денется. Также поменять водоснабжение, отопление, заменить розетки, поменять лампочку. И берут на работу ребят в ЖКУ. Они идут уже мастерами в ЖКУ. Престиж этой профессии сегодня значительно возрос, как и спрос на сантехнические работы. Неудивительно, что желающих получить эту специальность достаточно. Сейчас в училище обучается 22 студента. Собираю смеситель, поставил, кран прикрутил, шланг. Сейчас буду монтировать ванны. Третий курсник Костя Канев, хоть и получает двойную профессию сантехника и электрика, все-таки в будущем планирует отдать предпочтение второму. При этом студент уверен, что и навыки сантехнических работ в жизни пригодятся всегда. Гофры менял в туалете, краны менял. Вы тоже обращаете, да? Да. Электрика нравится. У себя дома в гараже провожу электрику сам. Работал тут на стройке, помогал тоже дядьке. С электрикой все нормально получается, сантехника немного сложноватая. Одногруппник Костя Виталий Рочев считает, что самостоятельно поменять кран или установить смеситель должен уметь любой мужчина. Ну это само собой, как бы самому пригодится. Так, конечно, где-то применяешь в быту. Слесарь и сантехники требуются как при строительстве домов, так и при ремонте и реконструкции зданий. А при возникновении аварийной ситуации они просто незаменимы. Если вам требуется устранение засоров в системе канализации, то опытный специалист станет самым важным человеком для решения этой сложной проблемы. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север. Сложная хореография, яркие эмоциональные выступления. В Наринмаре прошел пятый фестиваль уличных танцев «Разморозка». Кто продемонстрировал свои таланты и какая атмосфера царила на баттлах, расскажем в следующем сюжете. Жаркие танцы на сцене. Творческий коллектив «Элит Китс» выкладывает максимум своих навыков, наработанных на репетициях. Для них это первая разморозка, что очень волнительно. Очень волнительно. Очень волнительно было. И сильно было. Что вы спутывали вообще? Ну, радовались. Ну, радовались. Уполнение, конечно, было. Упорнение, да. А все я очень люблю. А так, расскажите, как готовились? Вообще долго не было? Да, долго. Упорно старались. Ну да. Все движения, чтобы были четкие, красивые. Чтобы все было синхронно. Чтобы все улыбались. За настроение очень волновался. Фестиваль «Разморозка» – это место, где можно показать свои чувства и эмоции через движение. Уже в пятый раз представители современных танцевальных направлений зажигали на сцене. Продемонстрировать свои таланты мог любой желающий. Как в командных, так и в одиночных баттлах не было никаких ограничений. Упала много эмоций, еще и упала немножечко. Поэтому немножко… Не знаю даже. А в целом, это прошло нормально? Удобно удовлетворились или нет? Нет, конечно, не удовлетворились. Хотела больше, мощнее по энергетике, но уже пока репетировали немножко, весь азарт прошел. Для лучшего результата нужны годы тренировок. Репетиции – это не только создание номера, но и отработка каждого движения до идеала. За плечами танцоров множество выходов на сцену. Сейчас артисты уже стали постоянными конкурсантами фестиваля. И каждый раз они придумывают что-то новое. Мы придумывали сами, мы делили номер на части. Часть хореографии готовила Карина, часть – я. И потом мы уже состыковывали вместе. Ну и какие-то начала, конец, какие-то моменты мы уже вместе придумывали, чтобы соединить. Буря эмоций. Кто-то уже выступил, а кто-то еще только готовится к выходу на сцену. Мы? Нет, не волнуемся. Первый раз принимаете участие? Нет. А вчера какие места занимали? Первые. А сейчас как долго готовились? Конечно, первые. Готовились достаточно усердно. После коллективных выступлений состоялся баттл, где выбирали лучших танцоров в разных возрастных категориях. Оценивали выступления северных артистов руководитель коллектива «Морошки» Надежда Хира и профессиональный хореограф и педагог, организатор крупнейших чемпионатов хип-хоп Мария Будалак. Пандемия внесла свои коррективы в проведение мероприятий, но фестиваль продолжает жить. Появляются новые лица, которые по-настоящему любят и живут музыкой. В этом году участников немножко поменьше, но при этом ребята участвуют смело и себя заявляют. Так что участники есть, шоу будет. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы по уличным направлениям танцев. Но сама разморозка началась с доброй ноты. Среди артистов и зрителей прошла акция «Хвостики», где каждый желающий мог перевести любую сумму пожертвования на лечение нашему земляку Мстиславу Никонову. Василий Хатензейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Вы уже начали печь блины? Если нет, то самое время доставать сковородки. Традиционно с 28 февраля по 6 марта продлится Масленичная неделя. Подробнее расскажет моя коллега Анастасия Явтысая. Да, действительно, сегодня началась Масленица. И каждый день он имеет свое название. Понедельник – это встреча, вторник – это заигрыш, среда – лакомка, четверг – широкий четверг, широкий разгуляй, пятница – тещины посиделки, пятница – тещины вечерки, суббота – заловкины посиделки. А воскресенье называется прощенным воскресеньем. Масленица считается отголоском дохристианских времен, когда славяне еще были язычниками. Это языческий праздник, да, вот как я говорила уже в Древней Руси, там он длился две недели. И покровителем Масленицы был языческий бог Велес, который был покровителем скота, различного скота. Традиционно являлось праздником поминовения усопших, поэтому сжигание Масленицы – это ее похороны, а блины – это поминальное угощение. То есть считалось, что прежде всего это чучело нужно надеть в старые вещи, навязать старые негодные уже, которые вышедшие из употребления, то, которое не жалко и нужно уже выбросить. Таким образом, вот Масленицу, куклу олицетворяли с нашим, ну, с предком человека. То есть, если одевали его во все старье, а потом сжигали, ну, таким образом говорили, ну, как бы думали и желали, что все плохое, все уйдет вместе с сжиганием. То есть, как бы то, что предки ушли уже от нас, и то, что они забрали якобы все плохое, а людям, которые живут сейчас, оставили только хорошее. Со временем праздник значительно видоизменился, но осталась традиция печь блины – круглые, горячие, как солнце. Позже добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бои и тещи на посиделке. В старину на Масленицу было много разных примет, и даже масленичные развлечения имели свой смысл. И причем катание с гор – это было не просто развлечение, это еще были и приметы. Вот прокатится семейная пара на санках с горы, и если ладно, да хорошо укатится, то и жизнь у нее будет ладная. А если, например, кто-то один вывалится из санок, ну, примета такая, что не жить долго человеку. А если вот пара едет, и она тоже упадет, но в разные стороны, например, ну, тоже счастью семейному их не быть. А если упадет, но в одну сторону, ну, то все хорошо, значит, все благополучно закончится. То есть примет было очень много. На последний день Масляной недели приходится прощенное воскресенье, а 7 марта начнется Великий пост, который завершится Пасхой. Анастасия ФТС, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры сделал DimaTorzok